МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения ваша информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Инновации, как бальзам для раненой экономики. Глава Республики ознакомился с новыми технологиями чебоксарских предприятий. Свет на улицах. В одной из деревень Аликовского района появилось долгожданное электричество. Холодная вода, как родная стихия. Чебоксарская пловчиха вернулась из-за рубежа с наградами. Накануне премьер-министр страны Дмитрий Медведев провел в Новочебоксарске заседание Президиума Совета при Президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию. На повестке дня стоял один вопрос. Реализация государственной политики в области интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность, как объект товарооборота, во всем мире становится все более востребованной. Век технологий спросно-научной разработки приезжает предложение. Кроме того, это очень дорогой продукт, и зачастую его не покупают, а присваивают. Поэтому интеллектуальная собственность нуждается в правовой защите. Почему-то считается, что в этом плане Россия не особенно преуспела. На фоне вступления в ВТО такие разговоры зазвучали громче. И это несмотря на то, что у нас действует соответствующая законодательная база, которая регулярно совершенствуется. Однако есть над чем работать. Премьер-министр отметил крайне низкое количество международных охранных документов на отечественные разработки. По числу национальных патентных заявок мы находимся на седьмом месте в мире, а по международным – на двадцать пятом. Импорт интеллектуальной собственности в одиннадцать раз превышает экспорт. Когда мы говорим о экономике, которая основана на знаниях, о изобретениях, открытиях, то, конечно, предполагаем, что существует надлежащая правовая охрана. Причем эта охрана нужна не только сама по себе, но и для того, чтобы правильно вовлекать результаты интеллектуальной деятельности в экономический оборот. В конечном счете, чтобы они генерировали прибыль, выступали объектом правовых отношений, включая объекты залога, способствовали повышению капитализации бизнеса, ну, в общем, участвовали во всех элементах экономической деятельности. Ну и, конечно, чтобы у людей были реальные правовые и экономические стимулы заниматься научно-техническим творчеством, в результате чего и появляются новые продукты. Поскольку интеллектуальная собственность имеет непосредственное отношение ко всем инновациям, а именно на них делают ставку регионы, заседание Совета решили провести в одном из субъектов, поближе к реальной ситуации, чьи ваше, по мнению участников, выбраны не случайно. Здесь очень существенный прогресс произошел в развитии технологического производства. Лет 10, наверное, если не больше здесь не было. И вот сегодня я чрезвычайно впечатлен, так сказать, произошедшими за это время развитием и изменениями. Ну, начиная с того, что такое предприятие, как то, где мы сегодня находимся, там в начале нулевых годов было трудно вообразить себе, и кончая, ну, просто, так сказать, нас провезли из аэропорта на автобусе, ну, сильно изменился пейзаж. Запуск промышленного производства на заводе «Хивили» состоялся чуть ранее, за полчаса до совещания. Предприятия по производству солнечных модулей начали строить в 2009 году. Именно тогда на уровне правительства России было принято решение включить Новочебоксарск в комплексный инвестиционный план модернизации моногородов. На проектную мощность в 800 тысяч солнечных модулей в год завод планирует выйти во втором квартале 2015-го. У нас очень хороший опыт Чувашии, потому что, во-первых, нам власть пошла на нас встречу, и мы получили льготу по налогу на имущество, что, естественно, важно для нас. Во-вторых, мы получили всемирную поддержку с точки зрения поиска и подготовки кадров. И в целом мы считаем, что это хороший регион для того, чтобы работать. Чуваша, во-первых, это очень красивый край сельский, и, во-вторых, всегда раньше, да и сейчас ассоциировалось с тракторными заводами, тяжелыми тракторами. Но теперь, то, что мы посмотрели сегодня, где проходит совещание, это действительно очень высокие технологии, солнечные, поэтому и день такой, и технологии такие, что они ассоциируются все-таки с солнечным светом, и с тем, что этот свет будет работать, давать электроэнергию. Причем это очень высокотехнологичное производство, и, как я понимаю, пленочные покрытия, которые есть сейчас, но они в каком-то смысле прорыв для России, потому что первый, единственный завод, но они приняты в мире. А вот следующий шаг, который предполагается здесь реализовать, связанный с новой технологией, такой гибридной, пленочной, монокристаллической, это будет уже определенный прорыв такой и технологически, мировой значений. Поэтому мне кажется, что есть чем гордиться. Инновационный подход – одно из самых эффективных средств в борьбе с экономическими коллизиями. Новые решения ищут так, как строящиеся предприятия, так и давно действующие. Вопросы модернизации и внедрения новых технологий глава Чуваший Михаил Игнатьев обсудил сегодня с работниками чебоксарских предприятий в рамках единого информдня. На предприятии «Водоканал» трудится около тысячи человек. От качества их работы напрямую зависит наше здоровье. Как уверяют сотрудники лаборатории, сегодня воду из-под крана можно смело употреблять не только в кипяченом, но и в сыром виде. За прошлый год выручку предприятия составила 840 миллионов рублей. Михаил Игнатьев похвалил коллектив «Водоканала» за слаженную и продуктивную работу и поставил сверхзадачу выйти в этом году на миллиард рублей. Последние годы очень много сделали. Не в каждом столичном городе это делается. Изношенность практически коммуникации вообще в сфере жилищно-коммунального хозяйства составляет 60-70%. По водопроводным сетям это где-то на уровне 30-35%. Это хорошие показатели. Помимо производственных моментов работников «Водоканала» интересовали и другие, более житейские вопросы. Планируется ли строительство детских садов и школы в микрорайон «Радужный». Проект детского сада есть, место под детский сад есть. Значит, если будет дополнительно финансировано, начнем в этом году. Если нет, запланировано было на строительство на 2016 год, на следующий год, по правилам. Под школу тоже там место есть. Глава Чувашии побывал и на предприятии, которое специализируется на производстве лифтового оборудования. Продукцию поставляют в самые разные точки земного шара, от Индии до Кубы. За прошлый год увеличилась не только производительность труда, но и среднемесячная заработная плата работников. Все это благодаря слаженной работе коллектива и высокой квалификации специалистов. Если ранее мы применяли разработки московских разработчиков, таких как НПЦ и электропривод, в настоящее время у нас есть уже своя современная система управления, распределенная система управления лифами, которую мы успешно сейчас отъявляем на всех 20-летних заводах. Значит, за нашу деятельность мы уже выпустили около 70 тысяч станций управления, то есть, нужно сказать, что 70 тысяч подъездов отсутствуют нашими станциями. Молодые специалисты наглядно продемонстрировали главе республики возможности современного оборудования. Автоматически подается к ази-элементу, при помощи лазера проверяется, есть ли брак в корпусе, вывода, вот отбраковывается, если что-то есть. Буквально в двух шагах от электроимпульса расположились пока еще пустые площадки нового завода по производству жгутов, кабелей, тлейномарок. Соглашение между японской компанией Фуджикура и правительством Чуваши было подписано в декабре прошлого года. Площади освобождены, офисные помещения уже готовы, уверенность полная, что мы к 15 марта успеем. У них здесь две линии будет, насколько я понял. Да, да, да. Примечательно то, что это будет первая производственная площадка японской компании Фуджикура в нашей стране. Общая сумма инвестиций оценивается в 450 миллионов рублей. Таким образом, к концу первого квартала в Чебоксарах появится 200 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Дарина Игнатьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Устойчивая работа существующих предприятий, запуск новых производств – это не только импульс для дальнейшего развития Чувашии, но и вклад Республики в укрепление горизонтальных связей. Экономики регионов тесно связаны друг с другом, и соседи по округу по достоинству оценили нашей инновации. У нас очень много населенных пунктов, где проживает Чуваса. Это очень трудолюбивые, очень такие селеустремленные люди. И я считаю, что и сама республика сегодня показывает хорошую динамику. Сегодня посетили современнейшие предприятия мирового уровня. Мы еще должны догонять вот эти решения, которые уже здесь реализованы. Поэтому много интересных направлений, части оптимизации, модернизации, работу с сельским населением, государственного устройства. То есть Чувашия, она имеет свои конкурентные преимущества, поэтому здесь работают такие люди, которые очень трудолюбивые, профессионалы. И мы в таком и на уровне руководства хороших отношений, и наши министры контактировать. Я считаю, что это очень хороший наш сосед. Я вижу, что идут положительные процессы, положительная динамика по абсолютному большинству направлений. И я рад за это. Рад за Михаила, рад за вас, что завод очень важный, очень много инвестиций вложено сюда, и он реализован. Многие не верили, что этот завод в итоге будет реализован, но он реализован, он работает сегодня. И не только этот завод, там весь ряд других направлений, где республика достаточно активно движется вперед. Рост цен на продукты заставляет торговой сети искать новые формы взаимодействия с поставщиками. Об этом говорили на очередном совещании в столичной мэрии. На сегодняшний день темп роста цен на продукты в республике составляет около 7%. Понятно, что это намного выше, чем в прошлом году. Особенно в последнее время дорожают фрукты, овощи, мука, чай. Постепенно растут цены на хлебобулочную продукцию. Сложившиеся ситуации руководителям торговых предприятий особое внимание надо уделить формированию уровня наценок. Важным подспорьем для населения могут стать акции по скидкам на социально значимые товары. На сегодня очень важно, чтобы руководители предприятий торговли осознавали и понимали, что уровень наценки торговой наценки необходимо его даже сокращать или на некоторые виды товаров оставлять на уровне и предпринимать меры совместно со своими поставщиками и товаропроизводителями чтобы эти цены оставались на уровне хотя бы прошлого года. Хотим организовать работу по поставкам прямым поставкам овощной продукции в предприятии торговли. Для этого предложить перечень сельскостоваропроизводителей, которые могли бы напрямую поставлять в эти предприятия свою продукцию. Отдельной темой разговора стало проведение в столице Чувашии командного чемпионата Европы по легкой атлетике. Приедет большое количество спортсменов, сопровождающих лиц. Поэтому так важно обеспечить высокий уровень обслуживания в магазинах и местах общественного питания. Возможно, многим специалистам придется пройти курсы повышения квалификации, вспомнить иностранные языки. Анастасия Алангина, Сергей Рябчиков, Республика. К другим новостям. В Чувашии за прошлый год было выявлено около двух тысяч преступлений экономической и коррупционной направленности. В каких сферах наиболее часто встречаются подобные нарушения и как с ними борются, рассказали сегодня на пресс-конференции сотрудники МВД. Екатерина Абрамова продолжит тему. За прошедший год органами МВД раскрыто 40 преступлений по нецелевому расходованию и хищению бюджетных средств. 74 преступления, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, изъято более 8,5 тысяч литров спиртосодержащего товара, а также разоблачены незаконные организации по проведению азартных игр. Но особую популярность среди преступников в последнее время приобрела схема финансовой пирамиды. И тут сотрудники МВД в очередной раз напоминают. Бесплатный сыр, как правило, бывает только в мышеловках. Могу сказать, что это порядка тысяч заявлений, от жителей республики, которые обратились с заявлениями о невозврате денежных средств по договорам, которые они заключили с различными финансовыми организациями. В прошлом году у нас поставлено на учет 36 преступлений, указанные на правленности. Значит, по ним 500 потерпевших признана. Общая сумма учерба превысила 270 миллионов рублей. Конечно, заключать договоры с кредитными потребительскими кооперативами и микрофинансовыми организациями можно, но прежде лучше посетить сайт Центробанка России и ознакомиться с полным списком лицензированных организаций, а тех, что нет в реестре, не брать во внимание. Правда, фальшивыми могут быть не только организации. На территории Чувашии в прошлом году зафиксировано около 250 случаев, связанных с фальшивомонетничеством. В чем, ну так скажем, опасность для граждан данного вида преступлений? Когда гражданин получает купюру и не знает отличительных признаков банкноты, то он может стать невольным сбытчиком фальшивых денежных купюр. Если же гражданин, и мы это доказываем, знал о том, что купюра является подделенной, но тем не менее пытался сбыть в торговом учреждении, для того, чтобы не потерять те денежные средства, которые он заработал, то здесь уже речь идет об умышленном сбытии фальшивых денежных купюр. Если вы стали жертвой фальшивомонетчиков, то незамедлительно обратитесь в полицию или позвоните по телефону доверия. Купюра, конечно, будет изъята, но к уголовной ответственности вас не привлекут. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика. Ну а для незаконного заработка злоумышленники чаще всего прибегают к телефонному мошенничеству. С начала года в Чувашии было зарегистрировано шесть фактов подобных преступлений. Подробности в следующем сюжете. 31 января неизвестный позвонил 83-летней жительнице города Чебоксары и сообщил, что ее племянник попал в полицию. Для освобождения его якобы от уголовной ответственности женщина передала незнакомому мужчине 60 тысяч рублей. Аналогичным образом были похищены деньги и у 75-летней пенсионерки столицы Чувашии. Полицейские республики нашли преступника. Как оказалось, действовал он по классической схеме. Телефонные звонки с печальными известиями заставляли раскошеливаться пенсионеров. Таких схем, как оказалось, несколько. Одна из них вот такова. Сообщает, поступает на ваш телефон звонок. Неизвестный сообщает, что ваш сын либо ваш близкий родственник попал в ДТП. Ну, как правило, представляется он сотрудником правоохранительных органов. И для того, чтобы избежать наказания, якобы необходимо либо перевести деньги на номер телефона, на номер счета, который они сообщают, либо передать его третьему лицу. Вот, ни в коем случае так делать нельзя. И вторая схема, это, она связана с банковскими картами. На ваш телефон поступает сообщение, что ваша карта заблокирована. Для того, чтобы ее разблокировать или узнать какие-то подробности, прилагается номер телефона. Вы звоните по нему, неизвестный, представившись сотрудником банка, спрашивает у вас данные вашей карты. Либо номер, либо пин-код. И если вы их назовете, то вы лишаетесь своих средств. Мошенника, звонившего пенсионерам, удалось вычислить в Новосибирской области. Им оказался неоднократно судимый житель города Бердска. На его совести как минимум 20 потерпевших и более 300 тысяч рублей общего ущерба. МВД Почувашии предупреждает, будьте бдительны и не верьте подобным телефонным звонкам. А также позаботьтесь о том, чтобы ваши пожилые родственники или знакомые не пострадали от мошенников. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня представители Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом вместе с журналистами проехали по адресам, где располагаются недобросовестные плательщики арендной платы. Те, от кого так ждут пополнение городского бюджета, были не очень приветливы. В один голос предприниматели жалуются, выручка невысокая, однако арендную плату никто не отменял. Сейчас должникам грозит досрочное расторжение договора, выселение из помещения и, безусловно, взыскание задолженности. Суд принял иск к производству. Бюджет города Чебоксара является социально ориентированным. За счет средств бюджета финансируются социальные программы по развитию культуры, спорта, образования, жилищно-коммунального хозяйства, других отраслей. И, соответственно, несвоевременное перечисление ориендаторами платежей бюджет влечет несвоевременное финансирование социальных программ. Сегодня в столице республики начал работать новый маршрут городского транспорта. Столичная администрация заключила договор на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршруту номер 65. Проспект Геннадия Айги, улица Космонавта Николаева, остановка Универбаза. Новый маршрут соединит новый микрорайон Садовый с центром города и пройдет по улицам Гагарина, Ленина, Николаева и проспекту Мира. Длина линии электропередач всего 300 метров, но строили ее целых 4 года. Кто в итоге помог завершить электрификацию? Грустная история со счастливым концом, случившаяся в одной из деревень Аликовского района в нашем следующем сюжете. Крали, крали. Крали. Юрий Николаевич давно мечтал переехать вместе с женой в деревню и обзаветить хозяйство. Только вот осуществлению задуманного мешало отсутствие электричества на этой сельской улице. Поэтому на протяжении нескольких лет дом у них был лишь в качестве дачи. В 2010 году заработала программа по ускоренной электрификации новых улиц. И работа пошла. Довольно быстро установили столбы и натянули провода. Но ток по ним так и не пошел. На этом все работы прекратились. Раза два-три мы певеляли аукционы, но энергетические организации не принимали участие. Никто не хотел брать объект в эксплуатацию. Так как здесь сети вокруг получается у нас Чуваш-Энерго и получается чтобы обслуживать данные сети другие организации просто не шли на обслуживание. И были ряда приговоров с Чуваш-Энерго у нас чтобы они взяли на себя данный объект чтобы они их обслуживали. Но это у нас переговоры завершились безуспешно. Вот так практически готовые столбы с натянутыми проводами простояли три года. Юрий Филиппов все это время продолжал бороться за свет. Писал письма во всевозможные инстанции но безрезультатно. Последним шагом стало обращение к главе республики. Юрий Николаевич записался на личный прием к Михаилу Игнатьеву и рассказал о проблеме. Задействованы были многие силы структуры и в 2014 году электроснабжение нашей улицы было закончено. После того, как нам электричество дали, мы переехали с города жить в село и завелись хозяйством. Улии поставили, имеем пчел, кролики есть, есть у нас козочки, индоутки, курицы есть, овечки. По поручению главы, свет подвели в селе Устье еще к 35 домам. Марина Рябцева, Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика. Чебоксарка Татьяна Александрова стала победительницей сразу двух чемпионатов по плаванию в холодной воде, проходивших в Великобритании и Ирландии. С чемпионкой, для которой холодная вода, родная стихия, пообщалась и наша съемочная группа. Медальная копилка Татьяны Александровой совсем недавно пополнилась с тремя наградами. С успешного старта в чужой стране она привезла две золотых и одну бронзовую медали. Татьяна занимается зимним плаванием уже много лет и первые результаты не заставили себя долго ждать. При первом же старте в далеком 2005 году в Казани она взяла золотую медаль. Далее победа на чемпионатах мира в Словении и Финляндии. Такая вот тяжелая была дистанция у меня 6,5 километров на Телецком озере. Тогда было очень трудно психологически, физически, потому что было совершенно плохое сопровождение. Ты практически находился в воде один и было очень-очень холодно. И вот это было только начало моей спортивной, так сказать, карьеры. И вот это то, что пришлось преодолеть, это очень запало в душу. Спортсменка усиленно тренируется 3-4 раза в неделю в бассейне, плюс обязательно тренировки на открытой воде в проруби. На чемпионате Великобритании и Ирландии была очень сильная конкуренция. Участвовали спортсмены и айсмены более чем из 12 стран. Наша спортсменка установила мировой рекорд гонки на 1 километр. Мотивация была очень сильнейшая в том, что Россия впервые представлялась на этих соревнованиях. И мы видели неподдельный интерес к нам. Мы плыли с российской символикой. У нас были костюмы тоже с российской атрибутикой. Мы выделялись в толпе. И была дружеская поддержка. В Республиканской Федерации закаливания и зимнего плавания много опытных спортсменов. На соревнованиях постоянно выезжает человек 20. И они постоянно привозят с собой медали и кубки. В ноябре в Ульяновске были соревнования. Вот заплыв через мост 4 километра императорский. Истофетный заплыв. Мой этап был последний. Получается. Где-то 500 метров до берега оставалось. Меня никто не забрал. В смысле на кассер не посадил. Я плыла прям до берега, потому что я заявила на 200 метров, а у меня получилось больше. И как-то так получилось, что у меня самый хороший результат получился. 23 минуты нахождения в воде и 550 метров. Я сама не ожидала. Это все так нечаянно получилось. Совсем скоро новый старт чемпионат мира, который будет проходить в Мурманске этим мартом. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Таким был этот день глазами корреспондентов программы Республика. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин